Что я делаю, когда начинаю снимать? Нужен диктофон, нужна губка и вот такой телефон. К своему хобби молодой хирург Эльзар Токтоназаров подошел серьезно. Увлечения давние, лайфхаков у медиков в запасе не меньше, чем у опытного телевизионщика. Вот такие шипящие звуки обычная губка за 10 сомов убирает. Вот так мы прикрепляем ее человеку, который говорит. Поближе обязательно. Тогда он даже шепелявых людей запишет чисто. За видеоблогом бишкекского хирурга следят больше 4 тысяч человек. Эльзар знакомит фолловеров с коллегами, рассказывает о своей работе. Все это, по его словам, он делает для того, чтобы улучшить имидж кыргызских врачей. Когда люди читают о различные СМИ, они начинают думать, что наши врачи специально хотят кому-то навредить. Врачей постоянно ругают. Но не все это соответствует действительности. Среди нас есть профессионалы. Вот именно о них я и рассказываю. В видео, которые я снимаю, нет политики. Заработать хорошую репутацию сложно, а потерять ее можно в два счета. Я хочу постоянно показывать только позитив. Впрочем, называть себя блогером Эльзар не хочет. То, чем он занимается, говорит, намного серьезнее, чем просто введение интернет-дневника. Я ведь не просто делюсь жизненным опытом. Я разговариваю с людьми, интересуюсь их взглядами и проблемами. Мне кажется, что это уже медицинская журналистика. Я, например, не рассказываю о том, как развлекаюсь каждый день. Количество лайков и репостов руководство больницы очень впечатлило. И в кабинете хирурга вскоре организовали импровизированную телевизионную студию. Здесь же при помощи техники столичные медики теперь могут консультировать коллег из отдаленных регионов. Если будет какой-нибудь сложный случай в Балыкчи или, например, в Нарыне, мы с помощью телемедицины связываемся с коллегами. Потом наши врачи получают распечатку анализов. Однако всерьез изменить ситуацию блогин, по мнению Эльзара, конечно, не поможет. Думать лучше о врачах начнут только тогда, когда внимание на состояние медицины обратят власти.